Ребята, какой праздник сегодня нас с вами собрал здесь, в эту почти праздничную погоду, на этой набережной. Кто мне расскажет? Добрый год! Совершенно верно. Всего несколько дней назад вся страна встречала один из самых любимых праздников, за которым следуют долгожданные новогодние каникулы. И если далеко не все взрослые готовы так быстро отказаться от череды новогодних застолий, то самым юным жителям не терпится провести время на свежем воздухе за играми с друзьями. И даже полное отсутствие снега для традиционных зимних забав не стало помехой. Возможность для новогоднего веселья ребятам представилась на городской набережной. Вот так энергичные по-спортивному отмечают Новый год в городе Щелково. Для самых юных жителей состоялось мероприятие под названием «Спортландия», которое прошло на набережной Серафима Саровского, где ребята смогли прийти в участие в веселых играх и увлекательных спортивных конкурсах. У меня есть баскетбол дома. Я люблю играть в мяч. Когда вырасту, хочу заниматься баскетболом. Это спорт, это здоровье, это здорово, это супер, это просто классно. В «Спортландии» ребята могли поиграть в дартс и баскетбол. Конечно, немного упрощенные версии для самых маленьких. А также поучаствовать во множестве веселых конкурсов эстафет. На Щелковской набережной прошли увлекательные игры, которые по нраву любому юному поклоннику спорта. Детей встречали заводные аниматоры и даже символ чемпионата мира по футболу 2018. Волт за бивака. Ребята и даже их родители с большим ажиотажем присоединились к спортивным состязаниям. Конечно, здорово, учитывая отсутствие снега, это прям очень актуально. Конечно, это очень важно, я точно. Все равно, что это детям очень весело, активно занимается и спорится. Он всегда хорошо. Мне нравится с мячиком больше играть здесь. Это нормально. Это очень хорошо, а. Нам нужно счет, чтобы эти древесины со стороны одной или другой колланды. Поэтому у нас с вами нужно задачу усложнить. Для них это все приятно сделать. Такая развлекательная программа была организована комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью совместно с комитетом по культуре и туризму администрации Щелковского района. Конечно, спортивные состязания не обошлись без новогодних подарков. Небольшие призы получили все юные участники. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания Щелково.